Всем привет! Меня зовут Надежда. Я рада приветствовать вас на своем канале Зеленая жизнь. Сегодня Старый Новый Год, 14 января. И сегодня же суббота, а значит я навожу порядки у своих орхидей. Добралась я до своей Леодора. Это не вся Леодора, есть у меня еще одна маленькая, она носит в керамзите. А вот это мамка и детка сидят у меня в стекле, в банке в открытой системе, если кто-то знаком с таким содержанием у орхидеи. Как видите, мы выпустили два свежих цветоноса. Вот такая вот у нас ситуация в банке. Вот такая, давайте посмотрим. Орхидея просит полив. Кто-то спрашивал у меня, не может понять, когда поливать орхидею. Ну вот когда видите вот такие корешки, ей пора попить. Сегодня я уже вымыла три таких банки. То есть я доставала орхидеи и мою банки. Делаю я это крайне-крайне редко. Я не люблю трогать эту всю систему, но скоро эта орхидея зацветет. И мне хотелось бы, чтобы у нее было красиво как снаружи, так и внутри. Я понимаю, что это красиво и удобно будет только мне, но в конце концов цветы же для меня, для меня. Самое интересное, если все остальные орхидеи, да, я достала без проблем, потому что у них не такая мощная корневая. Ну не то, чтобы она может быть там мощная, да, но настолько она не оплела, как вот допустим Леодора. И проблем-то не было никаких. Я их еще вчера полила, сегодня только раз с баночки и достала. Потому что и вопрос-то был у меня, как вы будете доставать. Давайте вместе сегодня это и сделаем на примере вот этой одной орхидеи. Итак, прежде чем заняться, так, наша с вами сегодня задача достать эти две орхидеи, помыть банку, почистить корешки, если там какие-то уже совсем плохие, убрать их оттуда. Я хочу подушевать, то есть я хочу прям помыть в горяченькой водичке, ну как горяченькой, 40 градусов, где-то 40 градусов температура воды. Хочу помыть эту орхидею, и чтобы она подсохла, и установить ее на место. И я приглашаю вас с собой. Прежде чем доставать орхидею, она требует полива, и, конечно же, как видите, у нее многие корешки просто присосались к этой банке. Я надеюсь, вам хорошо видно. Поэтому у меня готова теплая вода. Вода у меня сегодня, у меня сегодня все мои растения принимают вот такую вот штучку. Я очень много лет пользуюсь фитокислинкой. Так что здесь у меня теплая вода с фитокислинкой. И давайте зальем нашу орхидею. Я никогда ее так не поливала. Полностью заливать и выливать я этого не делала. Ну, может быть, пару раз. За то время, сколько она вообще только переходила на открытую систему. Может, я пару раз так и сделала. А так, в основном, полив у меня просто добавляю вниз водички на два пальца. И за 3-4 дня в моих условиях, при моей влажности и температуре, эти две орхидеи полностью выпивали водичку. Но так как нам нужно достать все эти орхидеи отсюда, нам нужно, чтобы корешки сейчас минимально травмировать. Поэтому мы зальем их сейчас по самое-по самое горлышко вот этим вот раствором. Можно было просто чистой теплой водой, не обязательно с фитокислинкой. Просто у меня сегодня все они пьют фитокислинку. Ну и, как говорится, этим двум тоже досталось. Сколько она сидит у меня в этой банке? Они, они точнее, сколько сидят у меня в этой банке? Уже почти, да не почти, третий год. Да, третий год они у меня сидят. Ну, классно, скажите. Вот так вот. Ну, такая вот у нас история. Ну что, ребят, оставляю я эту орхидейку. Пускай она стоит у меня минут сорок. И потом поставлю телефон на штатив. Мы с вами начнем вместе. Ох, ребят. Смотрите. Во всех, во всех, скажем так, дворах у нас вот такая ситуация. Смотрите, за ночь намело. Вот такая вот шапка снега. И пока у меня орхидейка замачивается, я побежала отчистить машину, отгрести ее. Сгонять на рыбышку по-быстрому. И продолжать заниматься своими растюшками. Ну и такая чище-чище снег я. И слышу колокола. Вы слышите? Классно, да? Дорогие мои, я на ВБшке. Забрала я свою штучку, которую я себе заказала. Точнее, мне ее заказал мой муж. Скажем так. Сейчас вам этот пакетик ни о чем не говорит. Сейчас я пристегнусь. Пока буду ехать, я вам хочу рассказать, что это такое вообще. Я на одном канале увидела... Ну, то есть, я не знаю, обращаете вы внимание или нет, как делается съемка у некоторых блогеров. Кто-то ставит на штатив, кто-то ручками, кто-то как. Кто вообще, то есть, как может, чуть ли не в зубах, да, мы все это дело держим. Вот, я просто про что говорю. Посмотрела я на одном канале, как ведется съемка. И мне это так понравилось. Я говорю, слушай, интересно. Я даже у блогеров спросила. Я говорю, как вы держите телефон? Я не понимаю. Потому что у нее абсолютно свободные ручки. Вот. И она что-то делает. И, в общем, она идет, куда она идет, туда и камера идет. Ну, вот мне так понравилось это все дело. Я мужу, значит, показываю. Он говорит, слушай, ну, это решается легко и просто. Есть специальное приспособление, так и написано, для активной жизни, съемки. Вот. И все. И, в общем, он нашел мне его, на ВБшке заказал. И вот оно пришло. Так что сегодня с вами мы протестируем эту штучку. Сейчас мы приедем. Дороги еще сильно не чищены, конечно, у нас в пробеле. Вот. Ну, я думаю, что сегодня задний, завтра задний. Если почистят, то все будет хорошо. В понедельник добираться до работы. Так что сегодня мы с вами будем тестировать это новое приспособление. Оно, то есть, одевается на тело. И крепится телефончик. То есть, вот таким вот образом. Ну, я вам сейчас все покажу. Ну, и орхидею, которая ждет своей участи, мы уже будем делать с этим креплением. И потом, пожалуйста, напишите мне свое мнение. Нравится вам такая съемка или нет? Удобно вам так смотреть или нет? Вот. Ну, по крайней мере, что-то новенькое, что-то интересненькое. Я так думаю. Ну, все, я уже подъехала. У меня-то снежочек почищен, да. Подумаешь, каких-то 40 минут, и все почищено. Вообще красота. Ну, я думаю, что вечером придется еще раз сбегать. Все почистить. Потому что снег не прекращается. У нас тепло, у нас здорово, у нас классно. Сейчас выведу Боньку, пускай она попрыгает в этих сугробиках. Все, отпустили. Отпустили ее без поводочка. Довольная, счастливая собакинчик наш. Ну, конечно, температура не то, чтобы прям совсем было очень тепло. Ее надолго не хватит. Но все равно, маленько прогуляться. Да, моя девочка? Да, моя девочка? Ты моя девочка? Да? Да? Ты моя девочка? Да? Что такое? Ну, давай снег дочистим. Снег дочистим. И пойдем? А то там, по-моему, наша орхидея уже не просто отошла от стенок, да? Она уже готова. Все. К почистке, помывке. Думаю, ты, девочку. Да. Конечно, морозы, это так страшно, когда слишком сильные морозы. Это вообще что-то с чем-то. Сейчас снежок идет. Пускай, да бог с ним, что снег чистить надо. Ну, таких морозов нет. Хотя впереди крещенские морозы, конечно же. Там у нас заворачивает. Ой-ой-ой. А, че уметь. Я ее собрала. Собрала ее буквально за, ну, 3-4 минуты где-то так. Значит, у нее раз, два, три, четыре отдельно друг от друга идут детальки, скажем так, да? Одна в другую вставляется, подворачивается и все. Вот так вот. Это вообще сама по себе инструкция этого устройства есть в описании, когда вы покупаете этот товар. Все. Очень легко, очень легко. Сейчас я это одену и поставлю на него телефон. Посмотрим, удобно мне будет или нет. Здесь, видите, вот так вот она одевается. Вот такие вот ребешки у нее. Видите, вот так на спине должно быть. И тут подвязочки и резиночки все регулируются, чтобы вам было удобно вашему телу. И все. Здесь потом просто зажимаете, закручиваете так, чтобы телефон стоял удобно. То есть здесь все откручивается, все подкручивается. И все. О, слушайте, ребят, давайте посмотрим. Действительно, может, классная штука. Так, ребят. Ну вот, вот мои руки. Вот моя комната. Вот наша Боня. Так, вот тут я ее регулирую. Блин, как это здорово. Прям вообще здорово. Мне нравится. Так, телефон стоит очень довольно-таки устойчиво. Так, устойчиво. Да, Боня? Устойчиво? Устойчиво. Итак, я не знаю, как вам понравится или не понравится. Я буду так стараться. Вот так сделали телефон, да? Что мы делаем? Давайте уже сольем воду с орхидеи. Давайте уже сольем воду. Ой, какая тяжелая банка получается. Вот, видите, какие зеленые получились корешки. Все. Аккуратно, ничего не повредив. Все, вот так мы с вами сделали. Угу. Так, теперь попробуем ее достать. Теперь попробуем ее достать. На спине, вот, вы знаете, такое... Сейчас я вам вот рассказываю свои ощущения от этого припления. Мне нужно, конечно, к нему само еще привыкнуть, да? Но удобно. Я думаю, что мне нужно верхние лямки вот эти вот маленько подтянуть повыше, чтобы мне было удобнее. Так, смотрите, что я делаю. Я потихоньку начинаю качать орхидеи. О, отпал, наконец-то, вот этот камень, с которым она и жила много лет. Сейчас мы его оттуда достанем. Видите, как хорошо мы с вами намочили. Что ж, даже камень не дошел. Давай, моя хорошая, давай. Может быть, и не понадобится. Вы знаете, я что приготовила? Я приготовила деревянную шпажку вот такую вот. Так, где она у меня? Вот она у меня. Ну, это для ногтей. Видите, с одной стороны, с другой стороны она маленькая такая, как... Скажем так, остренькая. Но я ей все равно ничего не смогу сделать. Потому что я даже залезть туда не смогу. Так. Так. Самое главное, нам еще новые цветоносы не повредить. Давай, 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 давай. Иди, я тяну ее за основание. Вот, видите, вот так вот тяну. Ну, хорошо вытягивается довольно-таки. Не торопимся и в то же время не церемонимся. Вот так вот, посмотрите. Вот она банка. Ничего сложного. Скажите, конечно, Надежда, ничего сложного. Вот обратно тебе ее будет туда. Вот это, может быть, будет сложно. Скажите, классная корневая. Для стеклянной баночки. Так, ну что? Ну что? Теперь я пойду помою банку. Пойду помою банку. И сегодня посмотрим, что у нас там с корневой. Так, ну, я вас в ванну не поведу. Мне нужно еще бретельки подтянуть. Не бретельки, а лямки. Лямки, правильно сказать. Сейчас попрошу дочь, она мне все это затянет, подтянет эту штучку. Чтобы не было маленько повыше. Так, сейчас пока буду делать еще, да. Поделюсь своим мнением. Вы знаете, в общем, когда не нужен телефон, то есть он до того очень хорошо так прикреплен к штативу, да. Что когда не нужен телефон абсолютно, его просто прижимаете к себе. И его как будто вообще не чувствуется. Ребята, мне очень нравится. Так, сейчас мы с вами баночки я помыла, орхидею я помыла. Сейчас мы с вами уберем лишь только, лишь только сухие корешки. Вот. И то, не знаю. Мне нужно, единственное, что только не забывать, что у меня телефон перед собой. И что мне нужно в него посматривать. Ну, чтобы вам было видно. Потому что я же привыкла, что мы устанавливаем телефон, и он стоит на месте. А тут как бы он же вместе со мной. И надо посматривать. Ну, я привыкну. Я привыкну, потому что мне нравится это устройство. Очень удобно сидит на спине. Лямки ребенок мне подтянуло. Вот. Стало очень удобно, комфортно. Так что, единственное, что только, конечно, тут, как обычно, да, у штатива стоит еще лампа освещения. Тут, конечно, такого нет. Можно, наверное, подсветку на телефоне включать. Или как? Вот. Так. Сегодня мы... Вот видите, даже кореньки еще есть. Пен и стекло. О, бог ты ж мать. Пен и стекло. Ой, когда это было? Когда это было? Я даже не помню, когда это было. Знаете, разделять, вот смотрите, да, мамка, дочка. Разделять я их не хочу. Мне очень нравится этот пышный куст. Очень-очень нравится. Вы знаете, я еще приготовила еще одну стеклянную банку. Потому что я хочу свою Карину, африканский закат, тоже поставить в стекло. У меня недавно были вопросы. Так, все, ребят, все, вот этот еще корешок, вот этот вот уберем, потому что он плохой уже. И больше мы ничего делать не будем. Раз, и все. Вот такая вот классная орхидея. Давайте мы теперь ее обратно поставим. Единственное, что только, конечно, вот этот вот маленький листик, вот этот вот маленький листик, да, он, считай, вообще уже фласочный, малюсечка. Ну, и то он такой зелененький, такой тверденький, что я не буду его тоже убирать. А пускай будет, захочет она сама все подсушит, все делает так, как ей надо. Так, тут у нас еще внутри корешочек вот такой вот. Да, мы с него просто сняли. Теперь самое главное, это обратно ее поместить в ее же банку. Так, вот она, баночка ее. Сейчас солью водичку. И теперь давайте... Ага, еще вижу корешок. Секундочку. Еще вижу корешок. Ну, уж коль достало, да? Давайте уберем. Входите, ножницы. Супер ножницы для орхидеи. Ой, вообще, молчу, молчу. Полгода и все, ножницы нету. Боня, Боня, успокойся. Боня, чистопотная ты моя. Только тебя сейчас и будет слышно. Успокойся. Так, нелегкая эта работа. Ну, мы с вами сейчас как-нибудь ее обратно вкрутим. Так же крутящими, наверное, моментами, да? Крутящими моментами. Так, тихонечко, тихонечко, по чуть-чуть. Давай, моя хорошая, ты моя ля-ля. Так вот, мне недавно спрашивали. Очень много комментариев и очень много просмотров у меня, у моего видео, которое, как перевести орхидею в открытую систему за неделю. Не знаю уж, почему так набрало столько просмотров, но люди до сих пор смотрят и постоянно у меня вопросы к нему идут. Комментарии есть и очень хорошие, и не очень хорошие. Ну, да что теперь сделаешь? Так вот, ребят, спрашивали у меня, в какую вы банку сажаете? Стекло, пластик? Я ответила, что на самом деле это не важно, во что вы сажаете вашу орхидею. Вот. Что было, то и сажаю. На самом деле так и есть. Пластик, стекло. Но, но, хочу вам сказать, что, конечно же, стекло лучше. Отчего? Потому что оно устойчивое. Так, давай, моя хорошая. Давай, мои хорошие. Надо как-то... Эй, давайте так постучим. Постучим. Надо, чтобы они не качались. Видите, да, я их полностью намыла. Прямо по горячей воду сделала. Намыла, накупала. Самая лучшая профилактика от всяких там вредителей и так далее, и тому подобное. Поэтому у меня тут стоит моя Карина, которая африканский закат. И ее я хочу поместить тоже сегодня в стеклянную вазу. Потому что пока ваша орхидея просто выдает листочки, да, и ростит корешки, это все замечательно, это все хорошо. Но как только она выпускает цветонос, и, допустим, такой цветонос, как у Карины большой, длинный, тяжелый, очень тяжелый, то я хочу сказать, что этот цветонос, если у вас пластиковая банка, рано или поздно он перевесит, она у вас кувыркнется, причем кувыркнется, не рост. Знаете, сколько раз мои летали? Ух! Прям космонавты! Ну, гляньте! Так, во-первых, мне нравится, как выглядят мои, мои Леодора. Мне очень нравится. Так, вот, посмотрите. Красота, красота. Вот и весь уход в стеклянной вазе. Так, мне нравится моя Леодора. Мне нравится, как мне не надо держать телефон. Так, и дальше, смотрите, вот она. Вот она, моя Кариночка. Теперь вы понимаете, да, о чем я говорю. Вот такой вот цветонос. Вот такой вот цветонос. И вот такая вот пластиковая банка. Она классная, она замечательная, но именно вот это сейчас, да, у нее один цветонос. До этого у нее было, по-моему, три цветоноса. И все они были в одну сторону. И ее перевешивала. Здесь будет легко ее достать. Хочу я ее поставить вот в такую вазу. Вот в такую вот вазу. Посмотрите. Раньше у меня в ней стояло... Ой, да я буду в памяти. Кто у меня там в ней стоял-то? Сезам. Да, сезам. Я потом сезам свой пересадила. Хотела его продать. Ну, в общем, я вот так и не продала. А он у меня теперь пересаженный. Я думаю, что будет очень красиво смотреться. Так, тут у нас корневая. Не такая, конечно, классная. Сейчас мы ее с вами посмотрим. Я раз и достала. В этом, конечно, классный. Плюс. Сейчас мы отодвинем все это дело. И посмотрим, что у нас здесь. Тут у нас корешки. Корешки. Сухие есть, плохие. Вот сухие плохие мы сейчас с вами уберем. И поставим в новую вазочку. Вот так вот. Если вам что-то не видно, вы меня сейчас извините. Потому что я тестирую новое приспособление для камеры. И я научусь обязательно. Так. Видите? Вот такой вот корешок. Он вроде бы плохой, но на конце он зелененький. Я его трогать не буду. Когда орхидея захочет, она его сама уберет. Так. Здесь у нас что? То же самое. От основания идет плохой. Потом более или менее. Потом опять плохой. Снимаем. Вот ей бы лучше сейчас корневую новую нарастить. А она опять свести собралась. Ай, и шейка у нее уже длинная. Ну, в принципе, знаете, шеи в открытой системе убирать. Зачем? Зачем? Не понимаю. Вот. Тут мы с вами сейчас все уберем. Все почистим. Я так думаю, что ей, по-моему, даже вот эта ваза будет... Нет, не будет большевата. Для корневой, да, большевата. А для листовой, если я дам поменьше банку, а у меня есть поменьше банка, она просто не удержится за счет вот этой большой листовой пластины. Видите? И здесь вот дальше идут новые корни от шеи. Они пойдут просто в новую банку. Да что ты. Давай мы тебя сейчас отрежем. Вот так. Вот так. И еще вот эту мы сейчас с вами отрыжем. Раз. Делаю я это крайне редко. Видите, сейчас на данный момент у орхидеи тот самый момент... На данный момент у орхидеи тот самый момент. Простите за... За мой... За мою тавтологию непонятную. Вот. Сейчас у нее как раз... Период жизни, да, когда она на... Вот видите, сколько цветоносов. Когда она наращивает... Будет наращивать новую корневую. И все. Вот эти нижние листочки она будет убирать постепенно. И наращивать новую корневую. Так что... Этой корневой, в принципе, ей будет достаточно. Вот видите, как много. Каждая орхидея... Орхидея орхидея рознь, как говорится. Итак. Давайте ее установим. Посмотрим. Ну, если нормально будет, значит нормально. Ненормально, значит ненормально. Уберем ее в другое место. Ну, мне так вообще хорошо. Во-первых, и ваза сама по себе, она поменьше будет. Видите, да? Она поменьше, она поуже. Совсем другая. И в ней также, вот видите, как растет у нее. Она как пальмочка. И в ней вот так вот будет все это смотреться. Так. Ну, вот. Я думаю, что этого достаточно. Пойдемте. Сейчас я все это делаю. Так. Леодоры мне нужно в подвесное кашпо установить. Ну, а вот эту девчонку просто поставим на подоконник. И польем. И все. Видите? Не качается. Не, ну, она качается. Это просто ваза качается. А сама по себе орхидея внутри. Видите, не качается. Самое важное. Вот так. Сейчас я пойду все это установлю. И включусь. Я закончила с этим окошком. Ну, естественно, не будешь же делать одну какую-то орхидею. Остальные обойдешь. И тем более с этого окошка я абсолютно все убирала. Когда у нас очень сильные были морозы. Помыла кашпо. Да. Что-то убрала. Что-то переставила. Вот эту свою орхидейку. Я поставила в непрозрачное кашпо. Внутри она у меня там сидит в прозрачном. В керамзите. Так, ну, посмотрите. Вот эту орхидею я помыла. Она у меня на цветоносе. С той стороны цветонос у нас, да. Вот так вот я помыла ей банку тоже. Вот теперь все у нас там видно. Поставила сюда свою любимую хлорофитум оранж. Вот. Сделала небольшую перестановку. Какие-то орхидеи принесла обратно. Какие-то оставила. Вот. Какие-то оставила там, куда ее уносила. Вот. Так, что я еще тут сделала? А что я еще тут сделала? В принципе, все, да. Вот так вот у меня висит. Мои леатора. Вот они у меня. Вот банка. Да, налет, конечно же, останется там небольшой. Да, в любом случае на банке я все отмыть не могу. Но, представляете, два года в банку наливали не просто там воду, иногда удобрения. Вот. Поэтому, конечно же, какой-то налетик остается. Но общая картина банка, ну, чистенькая, чистенькая. Что теперь? И вот у меня, я вам хотела сразу же показать, еще одна леатора. Я ее покупала в размере 1,7 два года назад. Да, где-то два года назад уже. Два года ей точно есть. Вот так вот, вот так она у меня уже выросла, еще одна красавица сидит в чистом керамзите она у меня. Что-то она у меня плохо водичку пила, и на этой неделе даже не надо будет поливать, потому что, видите, она все еще влажненькая. То есть я стараюсь все-таки вот такие вот орхидейки просушивать. Просушиваю и снова поливаю. Сейчас тоже пойдет мыться, видите, вся пыльная. Вот эти-то орхидеи, которые я сейчас переставляла туда-сюда, я их помыла, натерла, воском навела. Вот, кое-какие орхидеи сейчас собираются распускаться, сцветать. Вот, поэтому я тоже вам их обязательно покажу. Сюда перетащила своего вот этого попугайчика, а то мне его там вообще не видно. Поставила его сюда, и чтобы маленько разбавить, да. Смотрите, фиолетовая, фиолетовая, снова фиолетовая. Ну вот будочка оранжевая, да. Вот кошка оранжевая, и вот сверху светлые оттенки. А так хотелось бы еще что-нибудь из этой стороны желтенького. И попугайчик как раз даст мне вот этот самый цвет. Поэтому я его с другого подоконника сюда принесла. Он уже должен скоро сейчас распуститься. И я думаю, он как раз разбавит и общий фон этого окошка. Будет самое то, самое то. Ну и, конечно же, за одним всех и полила. Расставила и полила. Вот, видео, наверное, получится жутко длинным. Сейчас я его смонтирую, сохраню. Пишите свои комментарии, я буду очень ждать. Вот, а дальше у меня там, у меня уже в планах кое-что пересадить. Дальше буду снимать пересадку. Хочу еще снять пересадку вот этим самым устройством, которое сейчас на мне. Я, конечно, сейчас телефон сняла, потому что оно очень удобно, да. Допустим, если вы что-то делаете на уровне, ну, скажем так, своей груди, да. Вот так вот вам, пересадка какая-то, что-то вот нужно вот конкретно двумя руками делать. Вот, очень удобное устройство, я вам скажу. Если что-то нужно показать сверху вниз, конечно же, телефон лучше взять в руки, мое личное мнение. Ну, а еще я сделала такой вывод, что с этим устройством очень удобно болтать по телефону. То есть, я вообще не замечаю, как оно на спине. Телефон очень-очень хорошо держится. И поэтому я могу набрать свою любимую подругу, и мы с ней можем очень-очень долго поговорить. При этом я могу что-то в этот момент делать, рукодельничать. Ну вот, ребят, я благодарю вас за то, что вы меня смотрели. Пишите свои комментарии. До новых встреч и пока-пока.